Артисты городского Дома культуры Украина представили муравленковцам новый творческий проект. Презентация киноконцерта «Тепло родного города» состоялась под открытым небом на площади возле Дома культуры. На премьере побывала и наша съемочная группа. Премьеру зрители увидели на большом цифровом экране. Его установили на площади у Дома культуры Украина. В программе киноконцерта 13 видеоклипов. Каждый – это отдельная история о людях, о событиях, о становлении города и его развитии. Более 80 часов съемок, сотни дублей и тысячи интереснейших кадров. Фильм готовился больше месяца. Идея родилась у Юлии Игнатью где-то в июле месяце. В начале августа мы уже сверстали сценарий и начали готовиться к процессу съемок. 11 августа начались первые съемки. Сегодня 13 сентября, ну, соответственно, месяц работы. Вчера еще были последние приготовления, вчера еще были последние обработки видео и так далее. Ну, все получилось, слава богу. Над созданием киноконцерта тепло родного города трудилась целая творческая команда. Музыканты, хореографы, танцоры, сценаристы, режиссеры и операторы. Съемки проекта велись практически каждый день в самых необычных условиях и локациях. В лесу, на месторождении, на крыше и даже в реке. Создатели киноконцерта переносили зрителя в 80-е, 90-е, 2000-е. Песни у людей разные. Мама я одна навека. Звездочка моя ясная. Как ты от меня далека. Для тех, кто родился и прожил в Муравленко не один год, фильм показался волнительным, потому что навеял разные воспоминания. Только сейчас с друзьями разговаривали, что очень круто все, профессионально отсняты клипы, песни хорошие. Действительно слушаешь и плакать хочется. Классно, молодцы. Чтобы дети знали историю и мы тоже приходили и познавали. Константин Долгополов снялся сразу в нескольких эпизодах киноконцерта. Для него это первый актерский опыт, получить который было необычно и увлекательно. Это что-то новое, интересное. Это круто. Мне очень нравится. И я думаю, всем, кто сюда пришел, это понравится и в дальнейшем это будет уже развиваться. Креативная группа пообещала, что продолжит снимать подобные проекты и они станут еще более масштабными и знаковыми. А первый действительно стал отличным подарком для муравленковцев в 36-й день рождения любимого города. Анастасия Попова, Антон Иванов. Новости Муравленко.